Действующая власть не ориентируется на тех, кто сидят по городам и селам и не мобилизованы пока. Действующая власть акцентируется на тех, кто находится на фронте с оружием. И то, как они говорят, является основным критерием нашего какого-то прогноза. Слушайте, ну вы, конечно... Если их не будут менять, на фронте зададутся совсем политические вопросы, а не стратегические военные. Я, конечно... Мне очень нравится с вами беседовать, потому что оно, знаете, как бы неприятная горькая пилюля. Все же как спикеры пытаются говорить приятные вещи какие-то там. Но оно сбывается почему-то, наши с вами разговоры постоянно. Тут есть сразу два момента, которые я хотел бы прям обсудить. Момент первый. Военные на передовой добиваются отпусков. Ротации, отпусков, да. И увольнение. Ну, увольнение со службы тоже. Понятно. Возникает один вопрос, стратегически важный. Чем неподготовленный или малоподготовленный, условно вчера пойманный, заломанный и отправленный в учебную часть, как бы, ну, сменный солдат, сможет помочь фронту. То есть мы меняем за одного битого, двух небитых, получается так. Это вот один аспект. Стратегически для такого большого фронта это прям очень важная история. Когда там кто-то скажет свежая кровь, а кто-то скажет необученное мясо. И те и те будут правы в контексте того, что происходит на передовой. Это один момент. А второй момент, а мы недооцениваем. Просто об этом никто не говорит. Вот эти солдаты, которые там чудом выжили, да, за вот эти годы. Понятно, у них там есть братство, понятно, что это, ну, мы только в плюс говорим о ВСУ, о солдатах ВСУ. Да они снимутся и пересекут границы, уедут. Уедут. Чтобы не возвращаться туда. Об этой проблеме никто не говорит. Ну, давайте первое, что важно отметить. Никто не будет отправлять в увольнение или в ротацию согласно закона. И мы это понимаем, то, что было сказано залужным, что если на определенном отрезке фронта или на определенном этапе войны необходимы люди, которые понимают, как летят дроны, как работает винтовка, ну, автомат, да, или как работает артиллерия, то их никто не будет никуда отправлять в отпуска и в увольнение на три месяца или на год или еще чего-то. Армия будет руководствоваться исключительно рациональным подходом к тому, что им нужны максимально обученные люди на передовой. И залужные об этом отвечают, говорят, я прошу командиров давать возможность военным отдыхать и ротировать их уже на самой линии соприкосновения, на самом фронте. До сих пор мне слово «фронт», конечно, знаете, так, кадры в долгое время были Второй мировой войны, да, Великой Отечественной, а тут сейчас уже совсем другие. Это первое. То есть никто не будет никого отпускать, и военное действующее, которое мобилизовано или которое являются кадровыми военными и продолжают службу, они будут продолжать службу до конца войны. Точка. Никто их раньше никуда отпускать не будет. И это уже мы понимаем с высказывания Главкова. Следующее, что неприятно, но является реальностью, кто-то должен воевать. Вот кто-то должен воевать. И здесь сейчас мы опять находимся в подростковой позиции. То-то, но не я. И это касается про всех нас сейчас. Потому что мы поддерживаем, мы все публично говорим поддержки слова ЗСУ, а к реальной поддержке, ну, когда нужно, ну, вот поддержите, поменяйте ребят, да, ну, просто поменяйте, вот все волонтеры, политики, все, ну, все даже, все буквально. Поменяйте ребят. Не, ну, ну, нет. Ну вот, это подростковая позиция. То есть на словах ты Лев Толстой, а на деле, как всегда, это первая составляющая. Вторая составляющая касается ключевой темы подготовки военнообязанных и невоеннообязанных. Тоже ключевой базовой военной подготовки, о которой мы все заговорили, но не хватает экспертов, чтобы оценить эти программы базовой подготовки. То, что закладывается в законопроект. С одной стороны, это такой израильский сценарий, да, который вот должен быть, когда вдруг там все люди до определенного возраста или с определенного возраста должны будут пройти военную подготовку. А с другой стороны, отталкиваясь от того, что у нас есть сейчас, то со следующего учебного года 2024-го, я не знаю, как они быстро развернут программы подготовки, кто их будет складывать, и кто будет преподавать. Возможно, как раз-таки фронтовики будут переводиться из передовых частей в части тыловые, чтобы заниматься военной подготовкой студентов и школьников. То в условиях войны эта военная подготовка является первой базовой военной подготовкой перед отправкой на фронт. То есть там нужно будет несколько месяцев, если не ошибаюсь, полгода посмотреть цифры, я, простите, пожалуйста, не подготовился в этом контексте, какое количество именно будет времени проводиться эта первичная военная подготовка, которую пройдут абсолютно все, кто сейчас находится в университетах и в госкомпаниях, в госпредприятиях. Это будет расширяться. И потом понадобится исключительно там двух-трехнедельный курс молодого бойца слаживания подразделения и отправка на фронт. Потому что когда мы говорим об израильской модели, когда все военнообязанные проходят какую-то подготовку на военных кафедрах или где-то в военных подразделениях или каких-то базах подготовки, в мирное время это как бы не проблема. А когда мы говорим о войне, то вот та проблема, о которой вы говорите, пушечное мясо, молодая кровь, подготовка начнется уже сейчас в мирном Киеве, в мирном Львове, на военных кафедрах, в университетах. А когда начнется призыв, просто люди будут проходить двух-трехнедельное слаживание в военских подразделениях где-то там в отдалении от линии фронта, но уже готовясь к боевым задачам. Именно так. Вот, кстати, тоже этот момент, он очень мало об этом говорят. Многие говорят сейчас именно про мобилизацию, блокирование карточек и прочее. А вот тут есть вещи, которые заложены в самое основное. О том, что сейчас все будут проходить ее. В том числе там и те, кто будет хотеть на госслужбу, не обязаны будут ее пройти. Соответственно, нет бронирования, прошел воинскую подготовку, пожалуйста. Это реальность. И все-таки солдаты, которые, ну, понимают, что конца и края нет, будут ли искать за границей свое, скажем так, место в мирном каком-то обществе? Потому что то, что сейчас происходит в разных паспортных сервисах, консульствах, ну, это фотографии, я думаю, видели все, люди, услышав вот эти инициативы, побежали там делать доверенности, переоформлять паспорта, ну, чтобы хоть каким-то образом остаться при документах. Это, ну, тут как посмотреть, да? Первое. Это означает, что люди за рубежом очень серьезно отнеслись к вот этим, как бы, политическим инициативам Кабинета министров. Второе. Люди не собираются возвращаться, они просто там, как бы, переоформляют документы, там, имущество, пытаются условно успеть, но никто не пойдет, никто не вернется. Вы же понимаете, что они сами пришли и запалили себя в какой стране, где они находятся, и все свои данные. Люди делают сейчас те вещи, о которых потом сами будут переживать и беспокоиться. Ну, потому что они приходят в государственный сервис, оставляют все свои контактные данные и тем самым верифицируют себя. Уже. Называется, Штирлиц никогда не был так близок к провалу, как сейчас. Потрясающе просто. Ну, так а что? А какой выбор? Без документов остаться? никто не выпустит. Вот вы говорите о том, что они военные уедут и останутся там. Никто не выпустит. Это раз. Во-вторых, все, что сейчас делается для тех, кто находится не в Украине, это делается не для того, чтобы вернуть те, кто уехал. Потому что вернуть тех людей, которые уехали, и их там уже махают какими-то банковскими счетами, имуществом, все остальное, ну, нам, нам, ну, там, возложат арест на это имущество. Ну, вот арест. И все. И этот арест будет действовать сугубо на время военного положения. А когда военное положение будет снято, будет снят и будет арест. Так эти люди не планировали возвращаться. Они даже в соцсетях уже ходят, типа, до перемоги, да, вот вся история. Это не касается этих людей, которые уехали. Им нужно усложнить жизнь, ну, для того, чтобы внутри страны показали, что плохо не только, как бы, здесь, но и там. Делается это сугубо для того, чтобы, я это называю принципом сбежавшего из кастрюли теста, для того, чтобы люди не хотели бежать из страны, им просто, вот смотрите, вы сейчас сбежите, мы вас там все равно достанем. Вы не получите ни соцвыплат, вы не получите ни жилья. Мы будем требовать у правительства не выдавать вам ничего, чтобы вы возвращались. А как только замаячит историю, что фронт может продвигаться ближе в сторону Польши, знаете, как бы двигаться сюда, поляки первыми начнут отдавать украинских мужчин, как и были заявления уже при Балтове и все остальное. Это делается для того, чтобы те, кто внутри страны не думали и не размышляли, что переплыв, например, через Тысу или какую-то другую реку, они себя почувствуют в тишине и спокойствии. Нет. Государство говорит, мы вас будем догонять, вот там намного серьезнее, чем здесь. Соответственно, это единственная цель этих догонялок. А то, что кто-то там сейчас стоит в очередях по получению паспортов и всему остальному, ну, прекрасно, я же вам говорю, до государства отлично, оставьте свои электронные данные, оставьте все свои верификации, все это, еще и место страны. Прекрасно. Вот они буквально первыми получат электронные повестки. Единственное, что сейчас недоработана тема ответственности вот тех, кто не приехал. Потому что может быть еще такая, знаете, форма, при которой можно обязать всех приехать в немедленном, типа, вот в таком процессе. Или обзависит, обернуться и приехать к консульству и там пройти эту верификацию. То есть это есть такие моменты. Которые, если ты это не сделал, будешь нести сначала административную, потому что тебя, скорее всего, беспротокольно будут награждать штрафом за неприход. Соответственно, все блокируется. А следующий этап это доработать. Это ты один раз не пришел, второй раз не пришел, третий раз не пришел, а после этого открывается уголовное дело. Ну так, чтобы ты понимал. А зачем уголовное дело? Это что же нужно понять? Почему оно жестче? Если у тебя внутри страны возбуждено против тебя уголовное дело, фактовое, за невыполнение закона, то есть неполитическое преследование, то хрен на деревне ты получишь гражданство другой страны в Евросоюзе. Согласно всех практически, я вот сейчас этот момент мне тоже интересно проверить, я юристам задам вопрос. Когда ты обращаешься на гражданство другой страны, у тебя не должно быть никаких уголовных преследований внутри твоей страны. Потому что буквально, если ты уголовник, или на тебя воспреждено уголовное дело, тебе гражданство не дадут. А теперь вопрос. Как будут догонять те, кто уехал? Сначала электронные повестки, потом штрафы, потом на основании штрафов, скорее всего, уголовное дело, а уголовное дело вы можете уже не возвращаться, но вы не получите гражданство другой страны. А через 3-4 года у вас перестанет работать паспорт. Всё. Это говорит Дмитрий Раимов, который неделю назад говорил, что лишить украинского гражданства это подарок. Да, но не сукну. Это лишить гражданства, когда ты можешь вступить в другое гражданство. Это важно. А когда ты не можешь вступить в гражданство ни одной цивилизованной страны, потому что у тебя внутри твоей страны уголовное дело, у тебя совсем другая процедура через беженство, лагеря беженцев и тогда тому подобные вещи. То есть ты должен будешь подаваться на политическое убежище, а не факт, что тебе это политическое убежище дадут. Потому то, что сейчас делается по поводу тех, кто уехал, это исключительно публично пороть, чтобы те, кто внутри страны, не хотели даже думать уезжать, потому что будет хуже. Тот законопроект, который мы увидели по ответственности, это еще не тиналом. Сначала одно, а потом следующее будет другое. Потрясающе. Если вот, ну, понятно, что мы там говорим в парадигме подростковое общество, ну, что-то вот в этом, чего мы хотим, нужно определиться, но давайте так, подобного с украинцами еще не делала ни одна власть, а украинцы, ну, как бы любят, могут и как бы власть менять. Это ведь большие проблемы у власти будут с вот такими вещами. Неужели удастся всех загнать в условное вот это стойло? Ну, давайте слово стойло, это же тоже вопрос простого взрослого вопроса. Кто будет это делать? Ну, то есть здесь почему мы говорим о том, что те, кто пошел воевать, это действительно герои, потому что если бы этого не было бы, мы бы в Киеве уже были бы Россией, и, соответственно, кто-то бы садил бы в тюрьме, кто-то бы уехал бы, и уже об этом бы не говорили. Про какую-то свободу слова и дискуссии мы бы тоже бы уже не говорили. Не мне рассказывать вашим зрителям, даже со всех точек зрения, как там сейчас сажают людей за то, что они высказались против войны, а те, кто сказали, что Путин какой-то несполна розуму отправляют на принудительное психиатрическое лечение. Ну, как в Советском Союзе, буквально в сталинские времена. Так вот, вот это первая составляющая. Вторая составляющая, можно ли загнать, как вы говорите, людей под ружье, давайте, то стоило уже совсем такое фраза, знаете, под ружье. Стоило имеется в виду, здесь ничего плохого нет, это реестр ТЦК. Если мы загнать, давайте так, завести всех, без исключения, в реестр ТЦК, как два пальца об асфальт, вообще не проблема. Блокируются банковские счета, зарплатные карточки, депозиты, кредиты, арестовываются имущества, аннулируются права на вождение автомобиля. Банкиры уже воют, Дмитрий. Банкиры уже в шоке. Они не в шоке. Они понимали, что такое будет. Они, конечно, сейчас предполагают, что что-то может случиться, но сразу же все приутихнут, как только национальный банк будет говорить о рефинансировании, о добавлении денег, о каких-то более свободных процессах. А любой банк, который сейчас поднимет голову публично и скажет, что он против, те, кто подключены к системе кредитования по жилью, их быстро отключат, а со всем остальными быстренько тоже приведут воспитательную беседу. Потому, еще раз говорю, банки сейчас побурчат, но те проблемы, о которых они говорят, они решаемы. За счет дополнительного финансирования банковской системы можно удержать стабильность этой банковской системы. Не уходим в глубокие подробности. Поверьте, это решаемый вопрос. Следующая история касается исключительно ТЦК. То есть поставить всех в единый реестр не проблема. Они уже практически создали этот реестр. Мы все где-то есть в каких-то базах. От предпринимателей, заканчивая социальными выплатами, налоговой и тому подобное. Потому что сделать единый реестр всех это дело времени. Мы хотели же перепись населения, вот мы получим перепись населения. Самый верифицированный, самый настоящий реестр всех украинцев, которые вообще как-то где-то взрослых, старше 18 лет и те, кто будут скоро взрослеть. Плюс тут школы, университеты, все это легко, быстро создается в одной системе. Вообще не проблема. А о том, чтобы ДИЯ дала свою базу в реестр, тоже не проблема. К чему это будет дальше? Можем ли мы усиленно мобилизацию проводить? Ну вот таким вот образом. Если одновременно с этим устраивать публичные показательные порки богатых и власть придержащих можно, вот общественно можно, потому что нет другого ответа, нет другого политика, который бы сказал бы давайте идти на мир или давайте что-то делать, нет другой политической силы. Когда нет альтернативы, есть только одна составляющая, будет именно так. А нравится? Не нравится. А так будет. Ну, потому что другой концепции в этом всем нет. как заставлять людей после вхождения в реестр ТЦК идти проходить медобследование, вы уже знаете, от 3 до 5 лет. То есть, если ты уже в реестре получил повестку, но отказался идти на медкомиссию, у тебя есть возможность. Прям альтернатива. Так это Северная Корея. Ну, у нас же есть Конституция, где медицинское обследование, это медицинские манипуляции с тобой, с человеком. Они не подпадают под военное время в контексте именно военно-врачебной комиссии. Военно-врачебная комиссия не определяет ваше здоровье, она определяет пригодность или непригодность к воинской службе. Чуть-чуть другая история. Вопрос там медтайны и все остальное, тут оно проявляется, но не в полной мере. Северная Корея или не Северная Корея, слушайте, Александр, я с вами согласен. Закон жестче, чем у россиян. И журналисты об этом пишут. Так и есть. Вопрос альтернатива какая? Ну вот буквально альтернативно какая? Ответа нет. Вот это называется подростковое общество. Можно говорить о сценариях мирных переговоров, но тогда будет очень много неудобных вопросов, на которые нужно дать ответ. Буквально дать на них. Ни один из действующих политиков на них давать ответы не будет, потому что во-первых, он в кресле долго не удержится. А во-вторых, я даже боюсь за его физическое или ее физическое здоровье, потому что можно выйти сейчас сказать, что мы должны подписать что-то с Россией и пойти на какие-то уступки, а потом идя по улице словить пулю от какого-то политического активиста, который таким образом будет бороться с российской пропагандой. Это реальность. Потому в условиях, когда нет никакой другой альтернативы, остается именно этот процесс. можно ли говорить о каком-то более демократичном процессе мобилизации, ошибка мобилизации, принудительное привлечение к воинской обязанности. Слово принудительно подразумевает уже само по себе, что там про демократию много не говоришь. Ну, потому что это принудительно. Альтернатива, да, в тюрьму. Вот вам демократическая альтернатива, простите за мой кухню, так есть. Кто-то сейчас в комментариях напишет, ну, так же нельзя, это действительно Северная Корея. Согласен полностью. А что в альтернативе? У кого есть какое-то другое предложение? Ну, чтобы оборонять страну и ее не потерять. И при этом ну, вот, и жить дальше. Так, особенно. Интересно. Интересно, что я тут уловил в вашем ответе такой, ну, такой интересный посыл. То есть, вы намекаете на то, что не только условно, ну, там, власть боится, точнее, там, народ боится власть, но и власть боится народ. Да, конечно. Слушайте, посмотрите количество комментариев и радостей после того, когда взорвали в Закарпатском селе заседание сельсовета. Сколько людей бы хотело бы повторить это в совсем другом здании. Напомню, Надежда Савченко привлекалась к ответственности именно за то, что она там размышляла, было бы неплохо этих депутатов и прочее. Фабулу делу можно прочитать в интернете. Напряжение растет, военные и общество в активном поиске виноватых, виноватых будут стараться максимально придавать обструкции, а лучше привлечь какой-то ответственности. И если мы говорим в мирное время, то к ответственности будут кричать их треба посадить, а когда человек выходит из боевых действий, именно можно сказать, где-то же гранаты взялись в этом Закарпатском, но это же вопрос, циркулирование оружия и все. Да, власть тоже боится, народ свой, особенно во время войны, потому что во время войны история про революции, история про политический террор и прочее другое имеет реальное место быть. Это такая мировая история. Поэтому да, власть тоже боится свой народ, так же, как и народ сейчас, старается не нарываться на власть.